Господи, Сил, с нами будем, и договор разве Тебе, помощником скорых дней и мамы, Господи, Сил, помилуй нас. Здравствуйте, дорогие мои друзья! Пусть мир и благословение Божие пребывают со всеми нами. Радости, праведности и мира от Духи Святого. Доброго всем дня и хорошего настроения. Сегодня мы прославляем святых благоверных князей Петра и Февронию. История их жизни, их любви, она взята Церковью как образец, как пример того, как нужно строить семью, как ее сохранять, как беречь друг друга, как быть верным друг другу. Как быть способным к жертве, когда супругу не принимают, например, при дворе. Но можно по-разному поступать. Но Петр, он оставил свое управление, свое дело, богатство, славу, ну, все, что сулило княжеское звание, и остался верным своей супруге, простой девице, Февронии. И отправились с ней в изгнание, претерпевая скорби и лишения. Потом промысел Божий судил иначе, что без его власти, без его управления, его княжество стало чахнуть. Он был возвращен боярами со смирением, с просьбой на управление. Но самое важное — это то, как они друг к другу относились, как поступали в каких-то критических, кризисных ситуациях. И, видимо, не случайно Светлана Медведева, когда была первой леди страны, ну, какой-то, наверное, лет с десяток назад, именно этот день назначила Днем Семьи, Любви и Верности. Понимая, что для крепости народа, для народного единства, очень важно, чтобы народ состоял из счастливых людей. Ну, потому что если клеточки организма несчастные находятся в тревоге, в противоречиях, во вражде, то весь организм будет больной, хилый и нежизнеспособный. А счастье человека на Земле, оно зависит, ну, в основном, от одной характеристики. От того, как у человека строится семья. Есть ли у него семья, есть ли у него в семье взаимопонимание, любовь? Потому что источником любви и школой любви по замыслу Божьему в этом мире является семья. Бог так задумал, сотворим человека по образу нашему, и сотворил человека Бог по образу своему. Бог есть троица и человек троичен. Мужчина, женщина и дитя. И вот в этом троическом союзе не один, который эго настроен на себя, не два, которые находятся в таком перетягивании одеяла, каждый на себя, а три, между тремя близкими людьми, это оптимально устойчивая система воспитания любви. И вот Господь надеется, что этот мир, он будет наполнен любящими друг друга людьми. Для этого семью, конечно, нужно строить. Это целая наука. Это пошибче, чем построить атомную электростанцию. Да, представляете, как непросто создать такую систему переработки атомной энергии в электрическую, а семью построить сложнее, потому что там столько есть всяких нюансов. Это нам так по нашей неразумности, недоразвитости кажется, что ну а что такого там? Ну, все просто. Но как просто, если каждый человек, он эгоистичен? Как просто, если он привык быть пупом Земли, центром Вселенной? А тут встречается другое солнышко, и происходит вот эта вот встреча двух галактик, двух вселенных. И это космическая катастрофа. А потом проходит какое-то время, и там появляется вообще свое солнышко в этой Вселенной. А прежние солнышко, они становятся такими спутниками вокруг него, чтобы ему было тепло, сытно, комфортно, уютно. Это насколько нужно преодолеть и самолюбие, и гордость, смириться. И, конечно, в этом построении этого рая, да, Господь каждой семье даёт возможность создать рай внутри себя. И Он сам в этом готов участвовать. Он сам участник созидания семьи, рождения детей. Но для этого Его нужно впустить в эти отношения, позвать, научиться с Ним быть в молитвенном, благодатном общении. Тогда Господь будет и поддерживать, и сохранять. И, конечно, нужно знать законы построения семьи, как есть законы построения дома, здания. Есть такие вещи, которые семью разрушают. Ну, например, неверность. Неверность телесная, неверность душевная. Иногда кажется, что, ну, можно позволить себе где-нибудь флиртануть, можно где-то в рабочих отношениях завести какую-то дружбу. Но всякая душевная привязанность юноши к девушке, там, девушки к юноше, в отрыве от своего супруга, это всегда будет, ну, такой формой блуда. Да, может быть, как бы, не переходя вот эту границу разрыва, но это все равно на уровне душевном будет измена. И это разрушает семью. Потому что сердце не обманешь, оно чувствует все вот эти средостения, отношения. А семье обязательно нужно молиться, обязательно нужно хранить чистоту до брака, потому что все это такие клинья, такие шрамы на душах, на взаимоотношениях. Это уже преступление вот этой верности. А как сохранить это? Нужен подвиг, подвиг доверия, ожидания, подвиг веры, подвиг чистоты. И это такое испытание. Но результатом, конечно, бывает, во-первых, построение семьи как малой церкви с центром вокруг Христа. С другой стороны, счастливое, мирное состояние сердца. Это того стоит. И помогай нам всем, Господь. Господи, сил, помилуй нас.